всех приветствую на своем канале был у меня тут запрос от лапки 90 привет тебе и еще одного человека в личку контакте и тема запроса местами была схожая но так как от лапки запрос был на четыре слова одно из слов которое было тоже вопросами я решил объединить если вдруг кому-то ну там показ интересным эта тема если захотите я могу конечно потом четыре отдельных видео заснять так в общем тема запроса была такая болталка религия феминизм лгбт и армия ну и в общем как я к этому отношусь насколько я помню общем религия но на всем месте так подозреваю все вместе частично объединяется как бы середина до общая религия я как бы меня своя религия моя маной выдуманно да я про нее говорила видео про этих самых книжки и библиотеку и про македонского мне еще потом был запрос речку по про македонского и прочую идентичность а потом как-нибудь его звучит но если забудут а мне соответственно напомнит в общем религия я как бы вне религии я религию воспринимаю как часть культуры частично где-то культурное наследие да там это языческая религия которую почему называют языческой и на то пошло допустим япония тоже языческая религия да потом я прошлом году попала марил я раньше даже как-то не слышала об этом каюсь но я особо как-то истории россии никогда не увлекалась может быть к огорчению своей мамы может быть мое упущение но в общем она мне как-то не очень близка возвращать от античности востока там или западной до культуры и в общем марил как раз те самые марийцы те самые язычники и у меня даже знакомая девушка есть но в основном только по сети общаемся в реале не видела общем подруга моей подруги мягко говоря так или подруга 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 подруги подруги к лгбт это никак не относится это просто ну смысле гетеро и она тоже народом я думал что она искала родом из казани оказалось что она просто в казани периодически тусила сама она именно марийка и в общем вот эти язычники да потом христиане православные все эти ответвления верование в иисуса христа мусульманство но мне просто интересно как сама культура я писала работу по исламу я не помню какой конкретно предмет но что-то было связано как по моему или по семиотике у меня там еще было по китайской культуре какая-то контрольная или по истории культуры но в общем культурология на такая странная наука там и политика и экономика и право и информатика даже местами и мифологии и прочее 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 все в себе как нам говорил один мой любимый препод товарищ азов культурология то наука около наук или как культура в общем науку окон 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 наук около культур около наука я тут чай пью улончик который однажды обозрю надеюсь я его не не выпью точнее успею обозреть до того как выпью как некоторые чаи у меня тут уже исчезли из коллекции но принципе вполне можно купить я опять ну да говорил-ка я тут говорю в общем если бы мне не проговорить 17 минут и она трубится раньше чем я скажу суть да религия я считаю что религия в принципе ну я как-то это мне фиолетово совершенно какое вероисповедание мои подписчики какого вероисповедания мои русинки друзья до тех пор пока эти люди не навешивают мне свое вероисповедание свое мнение религия допустим даже христианство мусульманство да там иудаизм основные там буддизм да вот это все верьте в кого хотите но все-таки с мера должна быть во всем то что там допустим пишут вот фанаты да вот у меня была подружка из чечни она жаловалась что вот их очень не любят и тому подобное да и у нас городе одно время были такие войны как бы сказать русские в кавычках у меня там рядом с домом на гараже написано россия для русских я так шла мимо вспомнила про знакомого этого нашего мальчика который но японцев япониста из команды подумала ну значит япония для японцев да и любая другая страна для только своих то бишь если россия для русских сидите в россии никуда не суетесь на русские понятия относительная россия многонациональная страна и чисто русских то бишь русичей уже в принципе честнокровных наверное почти не найти или вообще не найти и то что допустим да вот там говорят что вот чеченцы мусульмане там они такие плохие вот христиане христиане вспомните про христиан средневековья сколько людей они замочили ради якобы религии я когда ездила в эстонию и финляндию нам в прошлом году белоруссию но одно время дело когда вы изучаете историю школе очень много не говорится и преподает преподносится совершенно под другой темой да вот православие насколько мне известно об этом я совершенно вот реально как говорится что лучше один день где-то побыть чем 10 лет там жить в каком-то месте до или читать до хрена книжек лучше один раз увидеть чем много раз слышать или че или прочитать именно вот в экскурсиях я узнала что и европу западную очень много лет пытались перевести веков в это православие ну в общем в христианство не православие там в основном католики на христианство и очень поздно она там поверовала это люди в той же эстонии крестились а да там их крестили потом при уходили другие завоеватели они нам обратно раскрещивались я к тому что в каждой религии в каждой ну в каждой народе есть свои черные овцы и обвинять человека только потому что он там мусульманин христианин или еще кто-то иуда и иудеи да это уже как-то совсем быть без мозга в общем религия пока она меня не касается в том плане что о крестись и люди окрещенная потом у меня крестила мама потому что это было модно не потому что мы с ней веровали я собирала иконки и чертей я увлекалась мусульманской культурой мне подруга однажды подарила книжку сады сады праведных если я ничего не путаю я ее немножко почитывала мне подруга у нас была соответственно экзамен породаны по разным там религиям да и соответственно вопросы были в экзаменах мне подруга распечатывала коран мне нравилось его читать я библию особо не читала хотя я и одно время общалась даже мне можно даже сказать такое 100 культурное исследование было в некоторых христианских конфессиях разных то что в россии называются сектами допустим беларуси это признаны конфессии потом мне это было просто интересно с точки зрения культуролога я считаю что истинный культуролог это не тот кто фанатеет или там приветствует только одну веру а это именно человек который воспринимают религию какую как часть культуры или как культурное наследие нас был преподаватель по истории религии я была уверена что она вне религии пока дело не коснулось православие оказалось что на ярая православка православная верующая причем такая до фанатизма я на себе испытала ее этот фанатизм соответственно у меня были треки по ее экзаменам не потому что я якобы такая тупая как многие кстати из хейтеров думают я думаю никто не против что тут пью чай хоть это и не smr и не еда на камеру потом ну в общем к религии отношусь нейтрально можете верь в кого угодно лишь бы вы не навешивали мне как вот с этой темой с детьми что теперь и там ради детей так как ты там а убери что-то там на заднем фоне поставь холодильник или чё-нибудь там человек вообще эти люди хотят на заднем фоне видеть а вам причешить свои волосы вот сейчас у меня уже волосы слегка грязные я их даже не особо расчесывала или зачесывала поняла что они уже не в кондиции потому что принципе около двух ночи сейчас даже судя по моим часам дальше где-то два с чем-то я досмотрела все таки это аниме видео у меня будет поставлена на время и она скорее всего публикуется не сегодня и завтра в день и числа 25 сейчас я долбанула случайно ногой по полочке в которой стоит моя клавиатура компа и вот я тут отвлеклась от темы доходу на тему того что навешивание там ярлыков или навешивание своего мнения я проповедую в инферноспират это вот если вы все-таки осилите или решите прочитать вообще можете загуглить там инферноспират в два слова одно слово вообще одну двумя гласными большими заглавными буквами соображала это слово лёля там по намешано всего ну я правда перед этим очень много мистики прочитала и начала и писать в 97 году смысле написала в 97 году еще прямами а закончила уже просто редактировала редактировал это так в 2007 году я просто проредактировал ну и напечатал собственно да и она у меня родилась сна такой был у меня сон как раз когда я в аварию попала в этот день я там еду-еду мне приключилось что мне там этот черт говорит что типа ничего не бойся все с тобой ништяк бот типа я тебе помогу ну как то так но в инферно хорошо так описано еще был сон там я типа знакомлюсь каким-то своим родственником ну я там в инфер представляю выставляю главной героиней типа лёля да и она как цитата из золотого кольца это ярославская газета областная которая потом писала про наш семинар в 2007 году девочка лёля на короткой ноге значит там с чертями ну у меня лицефир двумяцы у меня сатана женского пола меня там боги и шайтана и раул и раул считается типа как мой отец да ну параллель соответственно если вы знаете немножко историю античности македонский считал себя сыном зевса да в общем ну такая немножко шуточная параллель я не знаю какие там особо темы поднимаются но местами там есть довольно-таки кровоанархические сцены и я ну в общем если вас какая-то там психика ранимая можете это не не читать это вообще правда не уверена что вы будете это читать нет один мальчик в личку написал что-то по поводу моих стихов честно сказать было очень приятно и неожиданно я не думала что там кто-то из тех кто смотрит меня на ютубе еще и читает что-то и ходит по ссылкам потому что у меня ссылка допустим на контакт есть на странице каунта youtube но люди постоянно практически пишет каментах а если ссылка на контакт и я сначала я вроде как посылала сначала как-то негодовала потом плюнула и тупо стала копировать эту ссылку на контакт если люди не могут могут только что там увидеть и не могут даже информацию в инфоблоге боксе прочитай как каленка и называют то чушь и тогда негодовать и удивляться что они не могут ты тыркнуться вот чисто когда тыркаешься даже мышкой на этот на мой не под под видео и просто когда пишешь камент там уже видно информация краткая и соответственно что туда можно ткнуться и посмотреть эту страничку и на самой страничке где вот вы смотрите вот эти видео вот самое то главное там где еще у меня видосик который мне кто-то вопил что запиши то что у тебя там канал чему посвящен зачем ты про этого глеба все все но у меня был запрос на глеба однажды его все-таки запишу в общем но и заодно но и про рекламу еще раз на своем канале у меня как раз на моем канале есть ссылочка там одна на стихи ru еще с времен когда я просто канал дело даже не думала что когда-то буду писать видосы какие-то обзоры и уж тем более не думала что меня будут так массово смотреть и комментировать и одна ссылочка на google плюс люди у меня есть google плюс не здесь туда если вам хочется что-то такое ну пообщаться там тоже можно пообщаться там добавится даже вроде как еще какой-то google так переделанный я не помню как сейчас называется но есть там что-то там есть социальная такая своего рода сеть гугля ну и в общем в принципе вот у меня такая я тут это болтаю совсем болтаю совсем отошла от темы сейчас будет момент такой люди извиняюсь у меня просто глаза слегка устали я сегодня почти не выспалась и мне пришлось еще днем пожаре шандараха через весь город но в общем религия в чем вы не верили верьте в чё хотите хоть в макаронного монстра лишь бы вы свою веру не перекидывали на других и лишь бы она не переходила в агрессию и лишь бы вы своим вероисповеданием не вредили другим вот наверное это про религию мое мнение в общем мне на нее фиолетово я считаю что это все должно быть посередине второе значит феминизм честно сказать хоть на тефоретнике было где я тусую спинка глебушки мальцева которого как мне два человека в каментах в апелем его никто не знает люди если вы вдвоем не знаете глебушку мальцева это не значит что никто не знает причем тефоретник где я веду блог правда последнее время там редко бываю никогда бы не подумала что редко буду там бывать уже сколько у меня там мальчиков друзей просто было что типа чё-то напишешь то все 5 10 один ревнал другому такая хрень и я пыталась даже туда как-то специально не писать а тут даже специально не пытаюсь все равно что-то очень редко пишу в общем там очень последний может года два-три два с половиной точно гулять тема про этот феминизм я как-то особо не в курсе чего это как никогда особо не интересовалась но конечно тоже вот если середину брайда вот этот женский день что это машка меня стебает типа клара цеткин да там это все такое что вы 8 марта там восьмичасовой день у женщин и тому подобное права женщина нишна да но не до фанатизма что ну не кому то может хочется ходить там с голой грудью но есть же чисто медицинские показания что допустим солнце попало на эту молочную железу и там вот какая-то очень плохая вредная фигня для женского организма вот этого я не понимаю на хрена вот это вот все того татасы плюс эти феминизм насколько я поняла чисто даже краем глаза по фифе тифоретника это основная лента куда все пасты попадают вот мелкий экскурс в этот тифоретник значит фу-жин тифоретник а ну и что там что что-то такое женщины типа феминистские я так поняла вопят что типа вот то сё мы такие крутые нам что-то должны все мужики плохие если уж за за рано плать праве но с одной стороны равноправия до абсурда доводить другой стороны ну если уж ты считаешь что там конечно есть какие-то профессии в которых вот только мужики но если женщина какая-то по каким-то принципам может почему бы и нет вот это раньше библиотекарями были насколько мне известно только мужчины так же как театр играли только мужчины а теперь очень редко встретишь чтобы библиотекарь был мужчиной хотя у меня тут какой-то я подозреваю тролль писал что-то такое про то что там он библиотекарь мужчина давно писал что уже не пишет наверное разочаровался и отписался как там некоторые вопят аааа ты не рыгнула я тебе отписываюсь ооо какое это несчастье сейчас пойду повешу сейчас как же разбежались а в общем феминизмом пока меня не трогают с этим вашим фанатским феминизмом мне на него пофиг мне вообще намного пофиг был вообще на все пофиг пока вы меня не трогаете стань этим самым да я не знаю ну в чем-то конечно вот там он где страны где женские права действительно ущемляют нам конечно не помешал этот феминизм чем-то но все-таки все это в меру я вот честно на было наверное может прочитать про феминизм я когда в деревне пофиг